Вам предложили найти для себя темы, да, какие-то, в которых вы можете себя проявить, или которые там уже редакции, там и т.д. и т.д. Что делают обычные молодые журналисты? Они еле-еле там выкарабкивают из себя, из своих мозгов, из своих голов, там две-три темы. Минимум 10 тем. Вы должны предложить минимум 10 тем, а лучше 20 тем. Причем вы просто вот как бы ноутбук, да, а составить для себя труд посидеть в библиотеке, день хотя бы, или в интернете, где угодно, зная уже специфику издания, понимая, что ему интересно, и придумать какие-то неожиданные вещи. После второго курса я приеду на практику в одной из Наталья Петровских молодежных коллег. Это я объясняю, что мне сказали тогда, когда вот они приходят и вот ждут, там вот открыт клювик, и ждут, когда ты им скажешь, что нужно сделать. Я говорю, не почему вы всегда ждете, что нужно сделать. Вот, кстати, Марьяна, она даже так нужна, она молодец. Она ищет сама. Ищите сами. Даже если вам дают редакционные задания все время, а в телевидении как бы нет проблем с редакционными заданиями, у нас всегда есть чем занять журналистов. Но в то же время я ведь оценю, что крат вас лучше, если вы помимо этого предложите еще что-то свое и будете пытаться это разрабатывать. И пусть набьете шишки, но я буду видеть в вас какую-то инициативу. Так вот, мне тогда точно так же, я пришла на практику, это была первая моя серьезная практика, она сказала, ну-ка, нет проблем, иди в библиотеку. Это была корсомольская дезетка, молодушка. Иди в библиотеку, завтра принеси мне там список тем, которые бы ты сама хотела вернуть, которые бы ты хотела сделать. Я пошла. Во-первых, а, конечно же, я там написала корсомольскую правду, конечно же, мне хотелось выпититься. Понятно. Мы все должны хотеть выпититься, да, предложить нечто. С другой стороны, я понимала, что я же не просто принесу темы, которые выпитрятся и оценят, какая она классная. Мне это придется реализовывать. То есть, у меня это как бы сдерживало, да, то есть, я для себя уже продумывала, а как я это буду делать, я должна была понимать, как я это должна буду делать. Я принесла, она прочитала там, я не помню, 20 или 10, она прочитала, ну-ка, выбирай любую. То есть, тема подходила, она мне там, ну, я выбрала там, которая мне там больше понравилась, для первого там, вот, и все. И она мне показала, как это важно, да, как важно сразу проявить собственную инициативу, как важно от меня, да, кстати, что еще было важно. Она была, в общем-то, я почувствовала это, что она была по-хорошему, ну, как бы так, ну, не удивлена, ну, в принципе, да, ей понравилась, да, при том, что была очень такая специфика, это была газета на украинском языке, я русскоговорящий, в общем-то, достаточно плохо писала на украинском языке. Более того, вот, этот человек был достаточно, ну, достоин, там, ну, стационаристически даже какими-то уважениями. Но вот я смогла ей понравиться именно тем, что я действительно, как бы, работала, я проявила инициативу, да, нормально подумала, не просто там пошла, подумала, а выполнила ее задания с максимум старательности. Две опасности при подборе тем. Первое. Для вас может казаться, естественно, свежим и новым то, что для данного издания, особенно если специализировано какое-то издание, экономическое там, или как у нас телекритика, ну, является уже давно пройденным этапом. Часто так бывает. Вот, люди предлагают какие-то темы, а я вынуждена, или даже в разработку темы, я вынуждена сказать, что увы, то, если бы была газета «Сегодня» и не газета «Факты», то это было бы нормально. Но вот для нас уже у нас люди более подготовлены, уже им надо по-другому такие вещи преподносить. Но такая опасность есть, вы должны не помнить. Но в то же время вы должны понимать, что иногда новичок, который ничего не знает, что до него раньше было, он может предложить просто неожиданный ракурс. Вторая опасность – это, наоборот, вы боитесь гонания. И то вы предложили, будет неинтересно, и то они писали, и все. Ну, вот поэтому опять-таки, опять-таки, должно быть много тем. Много, 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 много наработок. Пусть это все, все равно, это оценится руководителям, даже если вы не попадете там много раз. Все равно. То есть вас, в принципе, самих в редакции должно быть много. Не сидите вот молча, не ковыряйтесь, там, задания вам дали, все. Все время будьте на виду, в меру, конечно. Но, в принципе, иногда, бывает и в Косте Уссове, когда его было много без меры. Но я все равно оценила его активность. Я все равно, даже если иногда раздражает чья-то активность, уже чрезмерная, да, суперактивная, вот я все равно буду сидеть больше этого человека, чем тот, который будет просто сидеть и, может быть, хорошим исполнителем. Но я всегда буду понимать, что этот человек не станет известным журналистом. Он не станет заведением журналистом. Журналистикой не станет его, как бы, образом жизни. Вам дали редакционное задание. Как его, прежде всего, выполнить хорошо. Я не буду сейчас, опять-таки, касаться вот таких специфических вещей, там, как строить статью, как собирать, так далее. Мы немного ближе там о чем-то поговорим. Но самое главное, вы должны понимать, что любое хорошо выполненное задание начинается с того, что вы хорошо уясняете себе это задание. То есть вот на этом этапе никогда не стесняйтесь добить руководителя, опять-таки, десяткам, сотни вопросов, но уясните себе это задание. Но вы начинаете спрашивать сразу. Вот я вас, ну, просто заклинаю. Вот вам говорят, сделай то-то, то-то. И моментально человек начинает часто задавать какие-то вопросы. Пойди сам подумай. Двадцать минут, полчаса, десять минут. Состав себе приблизительный план, как ты видишь это задание, в чем должна быть твоя цель, что ты должен сделать. И только потом вернись к разговору с руководителем. Тогда, поверьте, у вас будут более толковые вопросы, вы сможете себя проявить намного лучше в глазах руководителя, и ваше общение будет не настолько длительным и бессмысленным. Если вы будете сразу, вот, мгновенно, у меня тут шестнадцать лет, вот она мгновенно, да, ты что-то там говоришь, она не подумав ничего. И очень часто так журналисты молодые тоже делают. И не бойтесь спрашивать контакта. Никогда. Вот у вас нет контакта, а у вас вроде бы должен быть. Часто журналисты стесняются. Спросите, спросите у главного редактора. Я могу начать вас смущаться. Боже мой, почему у вас нет этого, у вас нет этого. Ну, всего же года. А потом вы принесете новое, классное, хорошо выполненное задание. Я вас покажу? Естественно. Я вас покажу. То есть не бойтесь спрашивать. Никогда. Вот ничего не бойтесь спрашивать. Даже если это будет какой-то там глупый вопрос. Не бойтесь. Но думайте.